Реабилитационному центру Подсолнух исполнилось 20 лет. Именно здесь проходят реабилитацию особенные дети от 0 до 18 лет. В честь юбилея на территории центра Подсолнух состоялся праздник для детей и взрослых. К юбилею Подсолнуха приурочили большой творческий отчет коллектива реабилитационного центра. В мероприятие приняли участие педагоги, медики, воспитанники центра и их родители. Совместными усилиями в центре реализуется большое количество программ. Благодаря им дети и молодые люди с инвалидностью осваивают базовые навыки. Цветоводство, овощеводство, гончарное дело, деревообработку, лазоплетение и многое другое. У ребят всегда есть выбор. Они могут заниматься той работой, которая им по душе. За эти 20 лет мы смогли создать модель, когда люди с ментальными, психическими особенностями в рамках одного учреждения могут полностью реализовать свою индивидуальную программу реабилитации. Воспитанники своими руками выращивают овощи, фрукты и зелень в огороде, разбитом прямо на территории центра. Трудотерапия помогает ребятам развить навыки, которые пригодятся им в жизни. В этом году мы решили сделать эксперимент. С Надей мы посадили арбуз семечком. Да, Надя? Как называется наш арбуз? Кусочек. Кусочек. Лакомый кусочек. Вот его можно здесь снять. И вот наше достижение. Уже маленький арбузик. Родители воспитанников подсолнуха благодарны специалистам центра за их благородный труд. И отмечают, как много их детям дают занятия в центре. Социализация, да, в первую очередь исходит из посещения, так скажем, каких-то массовых мероприятий. Из того, чтобы знакомиться с культурой, с обществом. Ну, вообще, в принципе, со всеми сферами жизни. И максимально быть вот в обществе, да, а не дома. Егор Десятников занимается в реабилитационном центре подсолнух с трех лет. За 12 лет плодотворной работы с педагогами и медиками мальчику удалось добиться заметных результатов и подружиться с разными ребятами. Нам рассказали, как заниматься с нашими детьми, как их дальше развивать. И вот уже 12 лет мы все вместе с нашими родителями дружим и дружим с реабилитационным центром подсолнуха. И общаемся. Глава ведомства Наталья Исаева поздравила юбиляров с праздником. Вручила сотрудникам благодарственные письма и рассказала о перспективах развития центра. В ближайшее время в регионе будет реализован проект по синхронизации медицинской и социальной реабилитации с участием подсолнуха. Сегодня к нам готовы приехать реабилитологи из Москвы, которые уже разработали методику и систему этой работы. И мы уверены, что центр подсолнух станет той пилотной площадкой, которую будет это реализовать. За 20 лет работы центра подсолнух реабилитацию здесь прошли более 20 тысяч особенных детей. По итогам пройденных программ каждый ребенок почувствовал себя значительно лучше. Работа центра подсолнух будет продолжена. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Елизавета Глухова, Уллправда ТВ.